Добрый день, уважаемые дамы и господа. От макроситуации к микро. Мы представляем собой группу, которая такая очень, я бы сказал, бизнесовая. Практически ничего не покупаем у государства, практически ничего не продаем у государства. Можно микрофон, пожалуйста, подержи. Практически ничего не покупаем у государства и практически ничего не продаем у государства. Причем это политика, которую мы исповедуем достаточно долго. В принципе, нам это нравится. Мы находимся не на каком-то подсосе, а мы в таком реальном жестком бизнесе. Что мы сегодня видим и в первую очередь, в какой системе координат, на наш взгляд, мы находимся. Первое. Я почитал аналитику наших экономистов, посмотрел перед семинаром, естественно, аналитику международную. Международную слово «кризис» зашкаливает. Экономика мировая росла и растет сейчас 9 лет. Десятилетние циклы пока никто не отменял. То, что слышу и то, что вижу. Год-другой будет какой-то кризис, какое-то падение. В первую очередь бьет по экономикам, таким, как мы. Открытые, небольшие, сырьевые. Поэтому это первое, на что мы ориентируемся. Если говорить внутри страны, при том притоке прямых инвестиций и при тех ставках, которые сегодня есть. Я не комментирую политику Национального банка. Я понимаю, макроэкономическая стабилизация прежде всего. Но то, что сегодня делает власть и со стороны Национального банка, и со стороны Кабинета министров, четко говорит, что мы будем наблюдать замедление экономического роста. Ставки мы, например, все пересмотрели. Потому что население по депозитам реагирует очень быстро. И сидеть на марже, условно говоря, меньше 2% мы не можем и не хотим. Это не бизнес тогда уже. Поэтому вот эти две системы координат для нас как бы самые важные. Рисков начитался огромную кучу. Хоть повесьте. Вот так, если посмотреть, то, что особенно по Украине. Я считаю два основных. Это глобальный кризис. Это, не дай бог, обострение на Востоке. Все остальное чем-то удивить сложно. Внешними долгами, политическими рисками и так далее. Чего мы не видели уже и чего мы не переживали. Но если вот такая ситуация, то, на мой взгляд, прежде всего, очень важно иметь свою стратегию. Приходить в кризис или находиться в предкризисной ситуации, не понимая, что ты будешь делать, если... Я считаю, что это просто самоубийство. Мы имеем такую стратегию. Я очень коротко поделюсь, что мы будем делать в ближайшее время и что мы делаем. И я скажу откровенно, что, если сказать основное такое, на чем жизнится эта стратегия, на уверенности в том, что Украина это хороший рынок и очень перспективный рынок. Вот в этом мы уверены абсолютно. Только что господин Салагуб сказал о закредитованности. То есть у нас сегодня в Европе один из самых перспективных банковских секторов. Потому что хотите, не хотите, ничего не обманешь. Может быть еще один кризис, может быть еще один спад, но все равно мы будем выходить на тот объем кредитов, которые имеет население, корпорации, которые есть в Восточной Европе, а потом и западные. Что мы будем делать в первую очередь, когда такая ситуация у многих экономических агентов, и у корпоративных, и у финансового сектора будут проблемы? Мы будем оставаться активными на рынке долгов. Мы много чего покупали и сейчас мы будем покупать. С завтрашнего дня ВС-банк, который мы купили, уже на нашем балансе будет. И ТАСС, и ВС мы объединяем. Мы получаем прекрасный, где-то с миллиарда трехсот, там, пятидесяти миллионов до двух миллиардов сто рост капитала. Мы получаем рост активов. Мы получаем прибыльность, потому что мы сумели вес удержать прибыльным, повышенную. И я считаю, что это верх. Вот если ты занимаешься долгами, покупка банка – это самый-самый такой перфект. Потому что там, если ты можешь реально оценить состояние банка, ты можешь заработать лучше всего. И наша практика показывает, что это лучшее. Поэтому мы готовы сегодня к покупке следующего банка и к интеграции, если надо, его в ТАСС-комбанк. Что касается второго банка, универсала, который остается на рынке, вы наблюдаете за Монобанком, за нашим проектом. 500 тысяч клиентов. Мы стали прибыльными. Слава Богу. Поэтому проект летит. Я думаю, до конца года это будет 600 тысяч. Следующий год, куда мы уйдем, даже не понимаем, потому что до конца не понимаем. 3 тысячи скачиваний и тренд на возрастание. Нравится сервис. Поэтому долги, покупка банков. Вторая позиция. Мы будем дальше наращивать технологии. Потому что производительность труда в финансовом секторе, это тоже важная штука. Я еще раз, отделение ни в коем случае мы не будем закрывать. Потому что мы анализируем доходность по каждому каналу продаж. И кто бы мне что ни рассказывал. Уйти из отделения дело не хитрое. Быстренько раз, два. Сегодня все равно самый пока эффективный канал продаж это отделение. И в том же универсале мы не могли пока отказаться от отделений. Потому что онлайн депозиты мы запустили. И все равно нам нужна была прежде всего на первом этапе поддержка по пассивам отделений. Поэтому технологии монобанк мы будем удивлять не перегружая и дальше. Партнеры, с которыми мы это делаем, показывают себя очень хорошо. Мы запустили ТАСС-24 бизнес и сегодня составим уже в ближайшее время конкуренцию приватбанку по этому направлению, по онлайн банкингу для прежде всего самого малого бизнеса. Команда, которая к нам перешла из привата, сегодня показывает хорошие результаты. И мы увидели, что мы за месяц начали открывать столько счетов, сколько мы открывали реально за год. И это только начало, это первые 100 продавцов, которые у нас этим занимаются, а будет их больше. Мы запускаем онлайн банкинг и активно нарабатываем на базе ТАСС-комбанка, ТАСС-2ю. И я надеюсь, что в ближайшее время мы уже такой пакет основной услуг закончим. Будет это продолжаться и в других отраслях, в онлайн страховании и в других наших бизнесах. Безусловно, на такой период мы, третью позицию, мы будем умеренно кредитовать корпоративный сектор. И не от того, что мы очень чего-то боимся. Послушайте, я вижу эти 55% НПЛ-ного портфеля, то, что сегодня имеем мы, 19%. А реальный НПЛ-ный, который не платит 90+, у нас меньше процента. А все остальное это долги, это десятая категория. Но это самые хорошие кредиты, потому что они самые доходные. И когда мы выкупаем долг, поверьте мне, мы уже так там заряжаемся. Не только личными поручительствами, залогами, все консервативно. Это самые хорошие кредиты для нас. И по доходности, и по обеспеченности. Но ставка, ставка. Как только подняли ставку, так какой-то сектор экономики выпало из кредитования. Нет эффективности. Мы же все считаем, мы же все смотрим. Поэтому гривны нету полтора-два месяца. Мы, например, только занимались тем, что мы усиливали гривневую ликвидность. Мы не могли кредитовать. В валюте да, но валюту сегодня надо очень аккуратно. Потому что то, что может надвинуться, это надо внимательно смотреть по предприятиям. Дальше мы очень быстро будем реагировать. И в этой ситуации очень важно быстро реагировать на все, что касается проблемных активов. Тут очень гибкими необходимо. В первую очередь мы вытянули клиентов, которые очень много потеряли, скажем, на том же востоке Украины. Мы максимально старались их поддержать. И я скажу, нам это удалось. Мы сохранили клиентов, которые потеряли на востоке за счет того, что мы им увеличивали лимит и поддержали их здесь. Они выплыли. И сегодня они в хорошем состоянии. Но с другой стороны, если клиенты деструктивные, я считаю, что банки должны быть предельно жесткими в отстаивании интересов своих вкладчиков и своих клиентов. Да, пока не хватает законодательства. Да, хотим усилить. И слава богу, национальный банк в данном случае играет хорошую такую положительную роль в этом, инициируя постоянно все средства по защите кредиторов. Но хотелось бы, чтобы и правительство, и Верховный Совет поддержали это, чтобы нам немножко помогли. Ну и, может быть, последнее, это не для банковского сектора, а вообще для группы. Мы внимательно смотрим по активам и дальше будем покупать промышленные активы. Сельское хозяйство сложнее, потому что рынок перегрет. Никакие кризисы экспортная позиция, поэтому никакие кризисы не влияют. Цены, если там фураж в прошлом году 140 с чем-то там и так далее, до 150 не доходил. В этом году мы там первые 2000 посмотрел, продали 206 долларов. Поэтому даже уменьшив объемы, мы получили тот же заработок практически, и рынок остается таким очень конкурентным, интересным для инвесторов. Но мы не боимся идти и в машиностроение. Мы посмотрели по вагонам до февраля месяца загрузка. Мы полностью за последний год, где-то под 800 человек, мы добрали специалистов на завод. Причем столетейные, загруженные на 100%, вагоностроительные. И это при том, что за 2017-2018 год ноль продаж государству вагонов. Все коммерция, своя лизинговая компания и через банк. Ничего государство у нас не купило по вагонам, хотя общий дефицит. Поэтому, но мы дальше будем продолжать. Я вижу, что всегда кризисы все-таки дадут нам и долги, и новые предприятия. И мы, имея капитал, определенные запасы, и самое главное, контролируя группу и контролируя доходность по каждому предприятию, и жестко реагируя на потерю доходности, мы в состоянии переваривать предприятия и быстро выводить их, доинвестируя. Вот сейчас мы еще две новые инвестиции в промышленный сектор заканчиваем. Одну практически уже закончили, вторую еще только в контрактах заключили. Слава богу, будет изготовление оборудования, инвестирование. То есть мы дальше продолжаем инвестировать. Вот это наш взгляд. Подсказывать что-то не хочу. У каждой группы, у каждого бизнеса свои подходы и своя стартовая площадка. Вот мы находимся в такой системе координат и будем делать то, что я сказал. Спасибо. Продолжение следует...